здравствуйте друзья sony официально представила программу для обновления прошивок dualsense of то есть теперь это можно сделать на windows 10 на windows 11 для этого необходимо взять dualsense подключить соответственно компьютеру и обновить прошивку через их программное обеспечение сейчас я покажу как сразу скажу что обновлять можно только один геймпад то есть по очереди сразу сесть воткнуть но нельзя нет такой возможности и так приступим и так я подсоединил геймпад компьютеру через юсб сразу скажу что он определяется как микрофон и как звук поэтому у вас здесь все собьется сразу то есть вам нужно будет в громкости обратно поставить ваши динамики потому что он ставит вот эти и если пользуетесь микрофоном также в настройках микрофона на перед подключить это такой нюанс ну и собственно ссылка в описании чтобы скачать эту программу с официального сайта и давайте ее установим и обновим наш геймпад почему принципе я начал обновлять геймпад я слышал что при нажатии на урок должна быть вибрация например если там в call of duty сыграть но у меня этой вибрации нет говорят с новой прошивкой может поправиться собственно я вам тоже отвечу на этот вопрос вот он пишет доступно обновление кстати зарядку показывает что очень приятно и нажимаем обновить и геймпад кстати лежит как будто выключены то есть он вообще сейчас не светится но благо определяется на компьютере мы видим все состояние и так обновление прошивки у нас заняло чуть больше минуты нажимаем ok и давайте теперь зайдем в call of duty и проверим появилась ли вибрация на кругах или нет кстати чтобы все правильно работало нам необходимо открыть программу ds4 window видео я уже снимал на эту тему более подробно а вот в подсказках сейчас появится давно не пользовался геймпадом мы видим то что он определен 62 процента зарядка окей ну давайте нажимаем играть и так уже на геймпаде могу выбирать допустим сетевая игра мне даже подсказки пишет правда для xbox от microsoft и кстати самую верхнюю настройку надо обязательно поменять на геймпад кстати обратите внимание есть тактильная обратная связь по крайней мере появилась раньше не было и как раз написано для dual sense это очень интересно потому что здесь просто вибрация контроллера здесь dual sense раз dual sense поддерживает жаль что они не сделали либо я не нахожу как клавиши переназначить до чтобы не бы было назад out и нолик кстати подсказка чтобы все в колодите отображалась я нашел правильными подсказками для геймпада нужно выбрать dual shock но как только вы его выберете мало то что вибрация кругов не появляется так еще и пропадает обычная вибрация но собственно вроде все готово к игре давайте никто вам выберем эта карта кстати есть и в call of duty mobile просто ну немножко другая текстурная прорисовка так все работает по крайней мере я могу поворачиваться прицел бег надо зажимать крестовину пока просто выберу лицам геймпад урок не вибрирует там есть знаете снаряжение лук может быть она как-то влияет на что мне кажется на windows и вряд и даже с обновлением прошивки никогда кстати на геймпаде не играл еще его можно подсонять к айфону но принципе любой геймпад и от xbox а авто прицеливание кстати работает у меня стоит стандартная в настройках да и может быть поэтому люди со снайперкой так хорошо попадают бывает да я сейчас неплохо попадаю хотя мышкой было сложнее попасть ну собственно геймпад мы обновили ничего нового не появилось но sony пишет надо всегда использовать последнюю прошивку как бы и теперь можно обновлять на пока я думаю это хорошо что они это сделали вот ну и собственно на этом урок подошел концу пишите ваши комментарии может быть что-то новое тоже подскажете что я не знаю вот всего доброго всем пока